Всем привет! Снова я Панцер. Снова у меня на обзоре пиво. И так уж случилось, что опять вернулся к пиву крафтовому. Крафтовому, который выпускается в промышленных масштабах. Итак, это пиво от Волынского Бровара вновь называется Мур. Я не знаю, в чем тут прикол, почему не изменили. Написано пиво светлый фильтрованным Хубун Матур номер 4. Я так понимаю. Что это такое? Нарисован код. Мур. Алкоголя 3,8. Ну, 0,33 бутылка. Тут все так мелко написано, что ни хрена нельзя прочитать, если честно. То есть, блин. Я уже, короче, ни фига не понимаю, что тут написано. Поэтому, поэтому просто будем пробовать. Хубун Матур номер 4. Ладно. Правильно? Как бы не читать мы сюда, не библиотеку мы нашли, на самом деле. Берем, открываем и пробуем. Я зарекался брать Бровара опять, но на самом деле я не знал, что это Бровара. Только сейчас понял, что это Бровар и что за лицом в интернете. А там, как бы, опять была куча этих бутылочек. Говорим, ну возьму одну. Но пробовал. Брал опять же в Ашане. Я так вызреваю, что Лынский Бровар есть не только там. Но, в любом случае, новая линейка, гиги, что-то изменилось. Пробуем. Красивый такой цвет. Светлый такой янтарь. Янтарь, янтарь, янтарь. Если потому, что я янтарь все время пью. Ну, я его пью, на самом деле. Но, как бы, не только один янтарь. Но цвет реально янтарный больше всего подходит для определения цвета светлого пива. Да и несветлого, в принципе, тоже. Темный янтарь тоже имеет место. Ладно. Ну, а мотка, приятный. То есть, как бы... По крайней мере, горечи не чувствуется. То есть, вообще-то какой-то нейтральный-нейтральный. Ну, надо пробовать. Я ничего не понимаю. Прям как медовый какой-то. На самом деле, вот этот мур значительно приятнее пьется, чем предыдущие пивы от Волынского Бровара. То, конечно... Здесь тоже чувствуется горечь, но она какая-то, вообще-то, далекая-далекая. То, вообще-то, пить невозможно было. Тут более-менее... Не то, что более-менее, но довольно приятное на вкус. Может быть, лёгкая. Прикольный вкус, на самом деле. Вот это пиво можно выпить с удовольствием. Того, который там и будет, и зашкаливает, я вообще не понимаю, нафига оно надо. Возможно, это только у этого пиво. Потому что я люблю с артоптом, было масса. Я выбрал это, и, по-моему, выбрал, потому что он был самый дешевый. По-моему, эта бутылочка стоит 36 гривен, а все остальные по 42. Поэтому мне попалось, думаю, ну, если же пробовать, возьму дешевый. Может, потому что она дешевая, может, поэтому она не горькая, может, с теми творите, и я в этом ни шаре ни хера. И надо покупать то, что горькое и дорогое. Возможно так. Возможно, ещё почему-то. Не знаю. Короче. По меру, или по муру, извиняюсь. Мур. Тут кот нарисован. Значит, мур. Пиво. Вот конкретно вот это номер четыре. Hublon Natur. Прикольное. То есть, для меня пьющего светлые сорта пива, и не выдрыгивающимся в отношении всего остального, я считаю, что пиво вполне приличное. То есть, взять бутылочку и выпить её с удовольствием вполне можно. Интересный откуда. Немножко с имбирами даже. Прикольный вкус. Да, именно почему-то на имбирь немножко похож. Возможно, я ошибаюсь. Прочитать невозможно. Почему на такое что-то написано. Если я найду информацию, то я где-то здесь выборку, короче. Моря проливы. Ну а на то что ж надо пить? Пить 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 пить. Пить 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 пить. Пить 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 пить. В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда Купит людей не пиво, купит людей вода